Скоро в Одессе новый сезон! Да по-любому! Билеты на концерт.ua, Укртикет и сайте дизельшоу.ком Виталичек, вытащи ногу из вентилятора! Ты его покупал! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы за кем пришли? Это ты должен сказать, за кем ты пришел. А мы пришли за кем? За ребенком мы пришли. С каким? Девочка, мальчик. Девочка, конечно. Вспомню. Мальчик. Ну, конечно, мальчик. Я же в один раз купал и там... Мальчик. Вот. Мальчика как-то зовут. Да? Зовут. Зовут мальчика. Сам. Сам? У нас корейское имя. Леша? Холодно. Гриша? Вообще любви. А кто у вас остался? Славик, Виталик, Вика и Сторож. Вика сразу отпадает. Сразу. Это не наш сын. А... Может... Виталик? Холодно. Сторож? Вспомнил. Нашего сына зовут Славик. Ну, конечно же, Славик, Славик. Это как Антон, но только другие буквы. Вы определились, да, Славик? Славик, видите? Видите, Славик. Славичек. Я тебе сколько раз говорила! Нашего сына зовут Славик! Я... Я запомнил, Ирочка. Все. Какая Юрочка. Ах... Оксана! Я Марина! Все-таки надо его меньше бить по голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Му-на-ми-я! Вика! Вика! Я дома! Давай, давай, давай! Работаем, работаем! Прекрасно! Отлично! Багира, Багира! Багира! Что здесь происходит? Это... Это не то, что вы подумали. Конечно! Так, работаем, работаем. А, это вы на паспорт фотографируете? Что ты меня позоришь? Это известный фотограф. Он лауреат международных этих конкурсов. К нему очередь на месяц вперед. Хорошо. А, это... Так, а... У нас просто фотосессия. Да, да, не мешай. Молодец! Воздуха от движения, эмоции. Я прошу прощения, а почему она полуголая? А потому что он работает в стиле ню. Это его конёк. Да. А вы почему в трусах? Как это объяснить? Это... Состояние души нужно войти в образ, поймать экстаз. Он гений, гений. Молодец, красота. Бьютифоль, бьютифоль. Я... Прошу прощения, маэстро. Что? Мне кажется... Сейчас, секунду, секунду. Глаза, глаза, да. Мне кажется, я знаю, как сделать ваши фотографии очень дорогими. Да? Как? Я где-то читал, что работы художников больше всего в мире ценятся после его смерти. Особенно внезапные. Не надо, это известный фотограф. Фотограф? Не надо! Что? Крышечку сжимать надо, фотограф! Упс! Ну что, проверим ещё раз? Да. Каски? Есть? Есть. Бронежилеты? Есть. Оружие! Заряжено. Рано, рано. Мы еще не готовы, не готовы. Так, продолжаем. Осиновый кол, чеснок, серебряные пули. Все. Кто там? Пять ямачки. Пустите. Ладно. Заходи, быстрее. Пусть ямачки. Мы готовы? Нет, приборы не проверили. Да, перестань ты мелочами заниматься. Вика, дверь. Дверь. Викачка. Все. Давай, давай. Давай. Ну что, вроде все. Да. А, вода. Воду взяли. Да, вон в углу стоит. А как же туалет? Куда мы ходить будем? Ну, воду выпьем. В бутылке это и будем делать. Ну что? Вроде все. Вроде все. Вика, заканчивай быстрее. Взлетаем. Взлетаем. Ну, с Богом. Хорошо. Диспетчер. Рейс к Москва-Анталия. К взлету. Готовь. Молодой человек. Че? Я прошу прощения. Поднимите, пожалуйста, и выбросьте мусор. Тебе надо. Ты выбрасывай. Молодой человек, я настаиваю. Пожалуйста, поднимите и выбросьте мусор. Мусор в мусоре. Все, как ты просил. А вот это вы зря. Марина! Боже, как вы мне надоели. Вот теперь все правильно. Скажите, пожалуйста, а у вас есть свадебный тур для молодожен? У нас есть туры для любых пар и в любом направлении. Да, но нам не обязательно прямо так свадебный тур. А, ну, так, свадебный тур. Чик. Ага, вы хотите бюджетный тур? Мы сейчас быстренько подберем. Женечка, ну это же свадебный тур. Давай мы не будем с тобой экономить на нашем счастье, правильно? Конечно. Сейчас очень популярны направления Мальдивы или Сейшелы. Минимальная стоимость туристического пакета 5 тысяч долларов. Мне подходит. Это за медовый год? Нет, это за медовую неделю. А если Мальдивы подешевле? Может быть, вы хотите отель попроще? Так это можно. Три звезды и вторая линия. А можно одну звезду. И восьмую линию. Что нам в этих линиях? И готовить мы сами будем. Знаете, как она у меня готовит. Нет, Женечка. Я хочу только первую линию, чтобы было все включено. Я не каждый день замуж выхожу. Я, ну... Женя! Я, ну... Женя! Звание клиента для нас закон. И пожалуйста, чтобы у нас встречал лимузин в нашем номере, чтобы на постели было много-много лепестков роз. И в спа-салоне работали только красивые мужчины. Это все мы можем организовать за дополнительную плату. Мы даже подбираем цвет песка под цвет купальника. Это за тур все включено. Я, конечно, прошу прощения, но у меня на вот это все нету денежка. Да? Да. Ну тогда не могли бы вы мне подобрать нового жениха? А, пожалуйста. Вы знаете, вот у нас Мальдивы, Сейшелы, Корейбы, Флорида. Давайте Флорида. Белые, черные, мулаты. Под цвет волос? Смотрите. А как же я? Молодой человек, не переживайте, мы вам тоже что-нибудь подберем. Вот у меня есть Железный порт, Затока, Бердянск, Николаевка. И цвет волос девушки можно подобрать под цвет ваших плавок. На краю. Давай. Сейчас тебе наш майор расколет. Сейчас, сейчас. Это и есть тот самый любитель женщин, да? Вон это, он, он. Ну хорошо, начнем по порядку. Фамилия? Крыныца. Заткнись, я не тебя спрашиваю. А, я-то я тоже подумал, сколько лет в одном здании, а вы мои фамилии не помните. Заткнись, Крыныца. Как твоя фамилия, негодяй? М? Молчишь? Ну-ка, отвечай, где ты был в пятницу с шести до восьми вечера? Я на катке был с женой. Вот у меня шишка, смотрите. Крыныца! Я допрашиваю арестованного. Ну, он молчит, понимаете, я подумал, вам стало, мол, интересно, где я был в пятницу вечером. Крыныца! Я пытаюсь выбить из арестованного показания. А. Угу. Итак, ты понимаешь, скольким женщинам ты судьбу испортил, а? Тю, да скольким. Одной, и то еще в школе. Крыныца! Да ну что, Крыныца, я же не могу понять, к кому вы обращаетесь, ко мне или к нему. Тебя я вообще не спрашиваю. Все вопросы касаются арестованного, ты понял? Ну, вот сейчас вы меня спрашиваете, потому что смотрите, как будто на меня. Крыныца, ты что, тупой? Отвечать? Да, нет! Ну, вот вы сами сначала разберитесь как-то. Значит, ты стоишь и молчишь, понятно? Ага. Если мне что-то от тебя понадобится, я так и скажу. Крыныца! Да! Что да? Ну, вы сказали, что обратитесь и сказали Крыныца, а я сказал да. Значит так. Ага. В следующий раз ты услышишь Крыныца и только тогда скажешь да. Понял. В каком месте ты поджидал жертву? Извините, все-таки вот вы сказали Крыныца, да? А что вы имели в виду? Крыныца! Ты можешь помолчать две минуты! Ну, так он уже больше молчит, с начала допроса. Крыныца! Ну, ну, что Крыныца? Значит так. Возьми, набери воды в рот. Ага. И не глотай до конца допроса. А как я пойму, что конец допроса? Я скажу для тупых, конец! Ага. А для меня? А для тебя конец допроса. Все. Ну, как ты сделал так, что ни одна женщина не написала на тебя заявление, а? Ой, а я глотнул. А еще что-то конец допроса. Пожалуйста, пожалуйста, прекратите это издевательство. Я же скажу все, все, только уберите этого дебила. Че, как с майором разговаривают? Ааа, дайте ручку! Я сам, я сам все напишу. О, еще и не таких раскалывали. Мы их парень. И только бабка эта со свечкой туда-сюда. Туда-сюда. Я, я. Что дальше? Да ничего дальше. Авару устранили, свет в районе включили, я домой пошел. Фу, ну ты дурак. Вот ты можешь страху нагнать. Ну, все как обычно. Рабочий день в разгаре, а вы сидите и ничего не делаете. Почему-то ничего не делаем. Мы работаем. А, ну как же. Вот, например, ты сейчас просто смотришь на экран и думаешь, как же он включается. Или ты, например, стоишь и не садишься, потому что бережешь свои штаны, потому что знаешь, что на новое ты не заработал. Мне для вас плохие новости. Из-за кризиса мне придется сократить одного сотрудника. Слушай, Жень. А помнишь, ты мне рассказывал, что тебе эта работа не устраивает, маленькая оплата, нет карьерного роста. Вот он шанс поменять работу. Так это ж я тебе говорил. Другое дело, ты на новой работе сможешь себе хороший чай покупать. А то ж тебе здесь все не то. Чай не тот. И начальство это неадекватное. Да? Я по чаю гурман. Я не могу, как ты, лишь бы все на халяву. Это ж ты покупаешь дешевый чай, потом берешь его, распаковываешь пакетики, пересыпаешь его в рабочие пакетики, а вот те, которые рабочие, перекладываешь наоборот в коробочку. Наверное, поэтому у тебя времени на работу не хватает, да? Хорошо, что у тебя этого времени на все хватает. Даже с избытком и коллег повеселить, начальство спародировать. Ой, да вы что? Интересно, а покажите? Покажу, конечно. Можно очки? Да, конечно. Спасибо, спасибо. Если бы не я, эта контура бы давным-давно загнулась. Потому что все вокруг идиоты. И одна я только офигенная. Единственный, кто работает, это Женя. Его надо сделать директором, а меня уволят нафиг. Да что, хватит! Спокойтесь. Вообще-то я хотела уборщицу уволить. Но спасибо вам за информацию. И уж поверьте мне, я скоро вернусь. Добиву, блин. Кто так начальницу пародирует? Вот так надо. Эй, вы, два придурка, а! Я здесь самое главное. Девочка, люди мы не бедные, много где были. Поэтому тебе придется напрячь все свои извилины и придумать нам реально эксклюзивный отдых. Ну, смотрите, есть отличный вариант. Турция, отель Парадис, пять звездочек. Это тот, который с семью бассейнами, тридцатиразовым питанием и двухсотметровыми президентскими номерами. Совершенно верно. Были мы там, как мы его назвали? Клоповник. Так и есть. Поняла. Ну, тогда элитный остров. Вы летите туда на вертолете и сверху видите, как персоналам выложено добро пожаловать. Банальщина какая-то. Я бы туда даже тещу не отправил. Непал. Ну? Вас лично встречает король Непала. Это все как обычно. Что дальше? Вы останавливаетесь в его дворце. Что? Жить на подселении? Нет, вы неправильно поняли. У вас отдельная комната и его жена лично приносит вам завтрак в постель. Что? Мы что, должны спать в обычной постели? Девушка, вам пора бы уже знать, что все нормальные люди спят на ложе из уссурийских тигров. Вы не в курсе? Хорошо. Шикарный остров на Мальдивах. Каждый день вы питаетесь устрицами, фаршированной черной икрой. Мы ищем отдых для себя, а не для нашей собаки. Знаю я одно местечко, которое специально для вас. Давайте паспорта. Наконец-то она сообразила. Угу. Алло, антикоррупционный отдел. Тут гражданин и гражданка Петренко зажрались. Да, черной икры их тошнит. Можно ли подобрать местечко для отдыха? Тихо. Тихо. Дура. Могла подзаработать. Всего хорошего. Злобы. Поднимите, пожалуйста, кофточку. Короче, доктор, долго ты еще ее будешь осматривать? Полчаса уже тут что-то щупаешь, нюхаешь, смотришь. Ты можешь мне сказать, беременная она или нет? Ну, судя по внешним факторам, может быть. Что значит может быть? Я старался, пыхтел, потел. Это и может быть. Мне нужна конкретика. Беременная она или не беременная? Да, беременная. Мать! Я буду батей, док. Док, дай себе поцелуй. Поздравляю. Поздравляю, док. Доктор. Спасибо. А кто у нас будет, мальчик или девочка? Да по-любому, пацан, ну о чем ты говоришь? Правильно, доктор? Пацан у меня будет или нет? Да, 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 да. Мальчик. Пацан, а на кого похожий, а? На вас, конечно, он лысенький и толстенький. Не зря пыхтел, не зря потел. Пойдем. До свидания. До свидания. Ничего, девку родим еще к тебе, придем. Сейчас приду. Ты что, меня за лоха держишь, да? Ты думаешь, я сразу не понял, что ты мне врешь? Врешь мне? Да. Не будет у меня пацана, да? Нет, я просто не хотела. Вы меня испугали. Так и знал. Девка будет, да? Да. Да какая разница, док? Это же мой, мой ребенок, правильно? Да хер с ним еще, пацана, заделаем. Придем опять к тебе. Я его в честь тебя назову. Спасибо тебе. Спасибо. Все, давай. Мать! Мать! Прошу уволить меня. Сраный карбюратор. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, а вы начините Феррари? Феррари? А вам зачем? А мне мой буся на день рождения подарил Феррари. Да-да, Феррари. А скажите, у вас же типа как спа для машин? Правильно говорите СТУ. Мне пофиг. Так, короче, нам надо поменять зеркало на нашем Феррари. Да. Мы же еще габаритов как бы не выучили. Да, Зая? Ну, Зая, ну, Зая, ну, прости, но я нечаянно. Скажите, а дорогое это зеркало? Ну, оригинал дорогой. Дороже, чем некоторые машины целиком. Например, Вольксваген. Но Китай дешевле. Нет, нет, только оригинал. Да, Зая? Конечно, конечно. Разумеется, как скажете. Не часто, правда, встретишь в Феррари такой редкой марки Феррари Гольф. Но я поищу что-нибудь для вас. Окей. А, Зая, ты разбирался? Я пойду кофейку возьму, да? Да, да, давай. Все, давай, отца. Да, все. Фух, спасибо, мужик, выручил меня реально. Она всю жизнь Феррари хотела, а я всю жизнь ее. Ну что, сколько там за зеркало? Пятьсот долларов. За зеркало на Гольф пятьсот долларов? Нет, за зеркало на Феррари, Зая. А ну-ка, слезай немедленно. Слезай, Васька, немедленно, не позорь меня. Да не кричите вы так, он еще больше вцепился. Это ж надо, а. Давайте я с ним по-хорошему попробую. Васечка, маленький, иди сюда. Иди, мой хороший, ко мне. Иди сюда, я помогу. Иди, не бойся. Иди сюда. Может, ее палкой кинуть, а? Да какой палкой? Вы с ума сошли, мы же поранить его можем. Точно. Мы в него из пистолета пульнем, чтоб наверняка. Вы в своем уме, женщина? Слезай немедленно, паразит ты такой. Как он забрался-то туда вообще? Да он меня уже задолбал. Ходит, гадит по квартире, пользы от него ноль. Так это вы его, что ли, туда? Да сам запрыгнул. Я узнала, что он мне изменяет. Понятно? Василий, не поясничайте, слазьте. Нет, я не слезу. Я ее боюсь. Слезай немедленно, не позорь меня на весь парк, паразит. Вызывайте подкрепление. Снимите меня вертолетом. Сдайте меня на органы. Прию. Ну, только не отдавайте меня этой женщине. Как? Алло. Я не могу сейчас говорить. Я в шкафу. Нет, не от ментов прячу. Менты меня боятся, ты же знаешь. Все менты меня боятся. Да никого я не замочил, нет. По крайней мере, сегодня. Ага-га-га-га. А то сейчас только ночь. К обеду обязательно кого-то замочу. Ты знаешь меня, Рустамчик? Что? Твою тачку поцарапали? Ой, Рустамчик, я скоро приеду. Приеду, брат, Рустамчик. Ай, приеду я. Ай, сейчас будет что-то кровавое, месиво будем. Найдет этих козлов и будем головы отрывать. Что? Ты их уже нашел? Все, братка, еду. Еду я. Братишка, у меня с собой ножи есть кувалда. Будем ею по голове размажимому голову. Будем драка будет кровавая. Будем им ножами уколывать. Знаешь, что у меня пулемет есть? Будем пуле у них метать. Сколько пулей будет, ой, крови. Ай, люблю. Люблю крови. Ай, братка. Бегу, бегу. Глазай высосим. На троих.